Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 апреля, за выходные дни накопилась огромная куча сообщений, ваших комментариев. Сейчас я хочу их прочитать. И сегодня начала записывать этот видеоролик исключительно о том, чтобы поговорить и прояснить еще раз о поливе рассадных вот этих стаканчиков. Потому что многие недоумевают, почему я не поливаю из поддона, ведь это проще. Зачем я мучаюсь вот в каждый стаканчик, леечка, это же очень долго. Я сейчас поясню и про полив. Вы все знаете, что полив это очень важно, очень опасно как перелить, так пересушить одинаково плохо. Ну и там на другие темы поговорим. Вот сразу же, только что пришел час назад комментарий, как раз вот про этот полив. Вчера видео называлось, как я поливаю тысячу стаканов с рассады. Я рассказывала, что каждый стаканчик поливаю отдельно. И большинство зрителей пишет, что проще всего в поддон. Вот первый же комментатор пишет, я конечно такими массами сажаю, но воду поливаю прямо в лотки. Земля впитает сколько ей надо влаги, и не надо в каждый стакан метиться. Сразу вопрос. Она впитает сколько ей надо, а остальная вода куда остается? Вот это тоже нюанс, который немногие учитывают. Но я сейчас сначала прочитаю все комментарии, разные рассуждения, а потом все поясню, почему я не поливаю в поддон. Чем это может быть опасно для новичков, кто вот начитавшись таких комментариев, наслушавшись, начнет поливать в поддон и может свою рассаду загубить. Я сразу говорю, не буду поздравления с праздником читать, потому что нам некогда. Я всех уже поздравила. Все, считайте, что праздник как будто бы уже прошел. Мы сейчас только о делах. Вот Светлана Соколова пишет, только подумала, как вы все свое добро поливаете. Так, тут вот пожелание показывать иностранцев почаще. Конечно, сейчас я все высажу и буду показывать и показывать. Вот тут Елена Ванькова пишет, видела, как поливают электрическим пультовизатором. Очень удобно, но затратно. Ну, до пультовизаторов мы, конечно, не дожили и не доживем. Я предпочитаю поливать руками. Лучше, чем свои глаза и свои руки. Никогда не определишь, сколько нужно. А просто в поддоны вы не поливаете? Мила Корочкина тоже спрашивает. Нет, не поливаю. Вот вопрос. Вы перестали в одноклассники принимать? Я еще в прошлом году говорю, это не моя прихоть, не моя вина в одноклассниках. Существует лимит. Там 5 или 6 тысяч всего можешь принять в друзья. Остальных все, они ограничивают. Я даже писала письмо, просила, почему нельзя. Ну, сказали, что для того, чтобы общаться, друзей, 5-6 тысяч достаточно. Все ответили. Я не принимаю, потому что лимит не разрешает администрации одноклассников. Ну, вот здесь Рамиль спрашивает, вот когда я поливала, куда вы столько будете высаживать? Ну, смотрите прошлогоднее видео. Все высаживаю в огород, а много их столько. Это потому, что я всегда говорила, так как я люблю... У нас так рискованное земледелие, нужно всегда в запасе иметь скамейка запасных. А так как я еще даже в нашей зоне рискованного земледелия сама по себе такой человек, что я люблю такие ранние рискованные высадки, у меня почти всегда на 50% больше нужного количества выращиваю. На крайний случай. У нас же могут быть даже в июне заморозки. Вдруг заморозок трахнет и побьет мою первую партию. Оп! А у меня всегда есть вторая партия на запасе. Опять вот, а не проще в поддон лить? Ну и сейчас начну отвечать, потому что все последующие тоже такие. Почему-то люди думают, что проще лить в поддон. Но тут мы должны разделиться все на две группы. У кого, например, всего 5-10 лотков, я вот пишу, нет остатки, не выпитые воды опасны. У кого 5-10 лотков, тот может налить в поддон и проконтролировать. Остатки потом как-то убрать. Я пробовала наливать в поддон, но знаете, тут какая ситуация. Если налить просто, ну как вот налить, как сколько там пишут, главное, чтобы поддон был высокий, если налить такое большое количество воды, чтобы вот они пьют, пьют, как говорят, нужное количество выпьют, возьмут сколько нужно и все. А остаток воды куда убирать? Если в поддоне нет дырочек, она уже никуда не сольется. Ее как-то... Чем спрыцовка ее? Я раньше, когда поливала, было несколько лотков, полила. Я потом губкой вот так вот промакивала и вымачивала. Знаете, почему нельзя ее оставлять? Вот там дальше будут комментарии, которые при поливе в поддон уже как почти умертвили свою рассаду. Если в поддон вы нальете такое количество воды, которое после того, как они напьются, остатки вот этой невыпитой останутся, даже пусть один сантиметр, вот так слоем один сантиметр вода будет. Что это значит? Это значит проход воздуха к корням будет, ну все, захлопнут. Вода запечатает. Там же дырочка есть в дне. И обычно, когда мы поливаем сверху, я же поливаю, как визуально наблюдаю, насколько промокает этот земляной комочек и поливаю столько, у меня обычно через нижнюю дырку почти не вытекает. Вот только смачивается вот этот земляной ком и все. И после такого полива, вот через эту дырочку, туда тоже поступает воздух. Корневая система дышит и по мере просыхания грунта воды же все меньше и меньше становится. И воздух корни могут усвоить. А когда там стоит слой воды, эта дырочка, как она уже воздухонепроницаемая, и вода эта стоит, корни не дышат, и они могут, это я говорю только про тот случай, когда вы нальете воды больше, чем нужно. И начинается застой воды в нижних слоях, вот в этом грунте. Некоторые корни даже начинают отмирать и загнивать. Могут быть корневые гнили. Тут пишут некоторые люди, что можно высчитать примерно расход воды, который нужен в каждый лоток. Вот, например, у вас там 12 стаканчиков, вы знаете, надо по 50 грамм, там раз 600 грамм налил и все. Но этот расход воды нужно высчитывать, ведь каждый раз тогда в соответствии с погодой. Когда у нас пасмурно, и вода испаряется медленнее, я почему так подробно говорю, что это очень важно. Когда у нас пасмурно, вода испаряется медленнее, то обычно полив мы уменьшаем, и воды даем поменьше. А когда вот так, как у нас сейчас жарко, то я поливаю каждый день, а иногда в особые жаркие дни, даже утром поливаю и еще вечером. Вечером поливаю те, которые уже пересохли. А пересыхают обычно те, в которых, в стаканчиках, у кого сильнее корневая система. Это еще один нюанс. Когда люди, некоторые зрители говорят, ну можно высчитать, вот сколько стакан пьет каждый, и столько поливать. Но вы поймите, пьет по-разному. Вы посмотрите, обратите внимание, вот свой, например, блаток, посмотрите, стаканчик каждый поднимите, и посмотрите, вы увидите, у кого-то там прям много-много корней, аж бело все, сильно развитая корневая система, а у кого-то корешки послабее. И это значит, что они воду потребляют неравномерно. Вот те, у которых слабая корневая система, они пересыхать, этот земляной ком будет намного медленнее, потому что растение само мало возьмет воды. А там, где большая корневая система, такая более усиленная, оно и само много воды выпьет, и еще солнышко тут жарко и высохнет. И поэтому, смотрите, когда мы поливаем через поддон, тут, мне кажется, невозможно высчитать один и тот же размер, объем вот этой воды. Я вот вечером, когда проверяю, и смотрю, в одном и том же лотке какие-то стаканчики влажные, которым не нужен полив, а другие стаканчики пересохли, вот опять же, те, которые сильная корневая система. Как добавлять в поддон еще такую же порцию, одинаковую, или уменьшить? И тут еще один нюанс следом возникает. Когда вы добавите еще в поддон, этот стаканчик, который уже выпил воду, он выпьет, у него будет все прекрасно. А тот, он и так стоит влажный. Но ему еще добавили воды, и там будет постоянно вот это влажный и влажный и влажный грунт. А мы все знаем, что грунт должен быть все равно один день влажный, когда полив, потом он должен маленько подсыхать и чуть-чуть подсыхать. И ждем мы до подсыхания вот этой земли, до такого, ну, разумного. И тогда только начинаем поливать. Получится, что вот эти слабенькие растения, они будут получать и получать и получать воду бесконечно. Это тоже плохо скажется. И так слабая корневая система, она будет работать еще хуже, не будет развиваться. И еще, почему я не поливаю в поддоны? Потому что, опять же, как я говорила, мы все разделимся на две группы. У кого всего 5 или 10 лотков, они могут под эти лотки еще поддоны поставить, которые не без дырок, но из которых не вытекает. А я, ну как, я выращиваю хоть и большими количествами, можно сказать, как увлеченный такой огородник, но я огородник разумный и практичный. И я все использую, всю тару использую по 2-3 раза. И они у меня сейчас стоят в тех лотках, в посевных, в пикировочных, в которых я сеяла и которые у меня все-все-все с дренажными отверстиями. Поэтому налить туда воду я не могу. Она вся вытечет моментально, сразу же. А покупать еще один комплект поддонов к этим лоткам, которых у меня больше, ну пусть там 150, по-моему, больше 150 лотков вот с дренажными отверстиями, чтобы полить в поддон, мне надо еще 150 поддонов к ним купить. А стоимость поддона, она такая же, как стоимость лотка. Это нерентабельно, это невыгодно, и это непрактично. Раз полив в поддоны для меня не очень подходит, и от него качество рассады у меня ухудшится, мне не стоит тратить деньги и покупать еще 150 поддонов. Я сейчас дальше прочитаю вам комментарии, вот те, которые уже про поддоны. Я поняла, что многие думают, что проще полить в поддоны. Но это не совсем просто, и если вот разобраться вот до мелочей, до таких вот досконально-досконально, хорошо ли это нашим растениям, вот моим растениям нехорошо, потому что я не смогу для всей этой оравы посмотреть в каждом лотке, сколько, какое количество воды лить. Даже если бы у меня были вот эти поддоны, лотки без дырок, я бы все равно поливая в поддоны, кому-то из них сделала бы хорошо, полила, а кому-то сделала бы плохо, был бы застой воды из-за гнивания корневой системы. Так я знаю, что никакая лишняя вода у них не задержалась, вот все, что я налила, они выпьют, что не выпили, солнце испарится, как тепло, солнце испарится, завтра я лучше полью еще раз. Зато у меня нет никакого застоя воды. Так вот, почему-то спрашивают, здравствуйте, вы на телефон снимаете? На телефон вообще никогда в жизни не снимала, но у меня телефон вообще кнопочный. Конечно, это видеокамера. А, вот про Надюшку. Лилия Вальтер не забыла про Надюшку, спрашивает, Надюшка родила или нет? И вот я хочу поделиться с вами радостным известием. Бог мне послал подарочек в Пасху. У меня Надюшка родила котят, я их еще не пересчитывала. Вот пишу, теперь у меня есть пасхальные котята. Это, наверное, какой-то знак, что они пришли. Будем кому-нибудь предлагать, раздавать. Так, про... Вот это я не поняла. Вообще комментарий прочитаю ради интереса. Почему вы упоминаете моя огородная Азбек? Канал же в честь вас. Ну, вообще-то у меня названия у канала еще нет, так как я технически человек не очень грамотный. Я еще не знаю, как мне прилепить название канала. Вообще канал называется Огородная Азбука. Я не знаю, в честь меня он или в честь кого, но я себя, конечно, называю себя и название канала. Не поняла комментарий. Так, ну это вот про то, что работать или не работать, тут дискуссия возникла. И многие считают, что в Пасху неотложные дела работать можно, ничего страшного в этом нет. Правильно? Вот люди говорят, а мы коров дуем и кормим и ходим, это убирая, ну, в смысле ухаживаем за животными, что теперь. Так, это про Гайлардию, это старый, старый, 2017 года. Пишет, ждать схода или не ждать, ну, возможно, взойдет она, но вообще она самосевом поверхностно очень хорошо распространяется. Так, вот, вместо эпина можно использовать медовый раствор. Многие используют. У нас мед, он не так, лишнего меда нет, я никогда так не делаю, но в литературе читала, что медовый раствор, это тоже, там, комплекс всяких микроэлементов, и он как бы, тоже стимулятор. Так, вот поливала, вот опять, не проще ли поливать в лотки, но я уже все рассказала, у каждого стаканчика есть отверстие, земля прекрасно впитает влагу, определить экспериментальным путем, какой объем воды в каждый лоток и наливать, и труда меньше потратите. Ну, вот опять же, как определить экспериментальным путем, я говорю, что в одну, в жаркую погоду надо, на дно количество воды, больше пересыхаясь, в пасмурную погоду, это каждый день определять экспериментальным путем, нет, мне проще так. И вот пишут, я поливаю в поддон, очень удобно, ну, не указывают, сколько лотков, тоже более 100 лотков, или 2 лотка, я 2 лотка, 3 лотка, когда было, я поливала в поддон, потом излишки, губка, я уже говорила, как вот, как вымакивала, вы, потому что излишки воды в поддоне оставлять ни в коем случае нельзя, ухудшается качество рассады. Так, это про работу. Вот опять, стаканчики у вас же в лотках стоят, нельзя ли воду в каждый лоток наливать, а не в стаканчики, мне нельзя. Так, вот про, отваливаются и желтеют, листья выше семидольных, у нас еще высаживать рано, короче, ну, листики отваливаются, бывает, если они стоят, например, в одном и том же грунте, много, бывает от недостатка питания, бывает, если они, например, уже загущены, и когда им не хватает света, лист бледнеет, без, ну, как, там замедляются все эти процессы фотосинтеза, все это или от тесноты, или от недостатка питания, или от того, что они, ну, короче, все это от неблагоприятных условий, обычно, если выставляем на солнце, выставляем пореже, вот как я говорила, что я свое тоже бледное выносила на растолщение, вот там где-то спрашивали, что такое выставить на растолщение, а вот это и значит, что ставишь их подальше друг от друга, чтобы они не мешали друг другу, чтобы солнце попадало на все, на каждый листик растения, сразу активизируются все процессы, сразу листья все зеленеют, они уже больше не будут у вас отпадать, отпадают, конечно, от неблагоприятных условий, от плохих условий выращивания, вам кажется, что вы их холите или леете, а им нужно совсем другое, если поливать в поддон, то томатики привыкают тянуть воду, потом в земле сами будут искать воду на глубине, рыхлить не надо, но я это уже все объяснила, но не буду еще раз все то же самое повторить, почему-то все думают, что лучше поливать в поддон, но я так не считаю, я хотя всегда говорю, что я не считаю свое мнение единственным верным и правильным, но вот при поливе в поддон, я пробовала, и по своему опыту, если сильно-сильно наблюдать внимательно, я уверена, что вот полив в каждый стакан, индивидуальный полив, он все равно лучше, чего бы ни коснись, индивидуальный подход всегда выигрывает, вот таким коллективным, когда просто бухнешь им воды всем, пейте, мои дорогие, кто даже уже не хочет пить, кто хочет пить, все пейте, а если еще останется, ну не буду снова повторяться, я просто в этом уверена, мне вот не нравится поливать в поддон, но если, конечно, высчитывать точное количество воды, для меня это просто не подходит, ну как по техническим причинам, что у меня их сильно много, вот пишут в лоток, вот пишут в лоток, нет, не буду в лоток, вот каким-то аккумулятором, аккумуляторным опрыскивателем, дозировано, сколько золы в лунку кладу, одну столовую ложку, вот смотрите, опять начинаются теперь вопросы, про то, про всякие недостатки элементов, вот верхние посидели, закрутились, чем ему помочь, я как раз вчера посмотрела на свои, тоже хотела рассказывать про это, пишут, это фосфорное голодание, или фосфора не хватает, или вследствие переохлаждения, фосфор не усваивается, про это буду говорить в формате этого видео, у меня просто нет времени все это объяснять, конечно любые изменения листьев наших томатов, это или недостаток элементов каких-то, или неудовлетворительные условия выращивания, вот и получается, что или фосфора не хватает, то есть недостаток элементов, или если холодно, то это неудовлетворительные условия выращивания, или одно, или другое, одно с другим взаимосвязано, об этом нужно снимать, отдельное видео. Я хочу дойти, сейчас потерпите немножко, я хочу дойти до видео, ой, до вопроса, где зрительница наоборот вот про поддон говорит, что она из-за полива в поддон как перелив получился и погибла. И вот Надежда Якубович, вот тоже интересный вопрос, меня его дождиком сверху льет, я одна ее не понимаю, вот у них там верхний полив какой-то там сверху откуда-то льется на томаты. Так, вот Валентина ответила, что считаю, что нельзя в закрытом пространстве столько много рассады лить сверху. И я как раз про это хочу пояснить, да, смотрите, у меня летом, раньше, когда не было капельного полива, я вставляла в брызгалку и поливала томаты по листьям, потому что их просто много, да, вручную, в лунке не успеваю, но я всегда говорила, что это нарушение правил, и по правилам так делать нельзя. Томаты вообще не любят, когда их сверху по листу поливают. Любят огурцы, перцы можно поливать, томаты не нужно. Но летом, когда там все проветривается, когда там ветерок, когда там все высыхает, это еще допустимо, никаких последствий нет. Но все-таки в закрытом помещении, вот в теплице, я, например, вот такое опрыскивание верхнее, как души вот это, я бы не стала им делать. Во-первых, да, если плохая погода, например, и если вот особенно ранние сейчас посадки, если теплица закрыта и не проветривается, это ведь возможность, опасность возникновения вот этих инфекций, это очень опасно. Но может быть люди к этому приспособились и делают так. Я бы, если честно, вот поверху сейчас, вот когда у меня много их, и когда весна, когда нет проветривания, я поверху, даже из лейки, я бы не стала поливать, я бы не рискнула. Мне просто жалко их, потому что, ну, во-первых, они не любят, не надо лишний раз делать то, что они не любят, а во-вторых, опять же, влажность, грибки, там могут даже, если не плохое проветривание, в пазухах, когда остаются вот эти капельки, там можно даже под гнивание начаться. Все зависит от того, проветривается там или нет. Так. Вот про это. Вот сейчас из-за этого карантина многие не знают, что делать. Рассада перерастает. Или везти в холодные условия, ну, там, выставлять ее на хранение, или держать, чтобы она мучилась. Короче, так, вопрос состоит так. Или мучить ее в садах, погода-то еще не подходящая, вот пишут, минус 3 ночью, днем 8-10, или мучить ее в холоде, в холоде, в садовом участке, но на солнце, или мучить ее в тепле, но без солнца, она перерастает. И тут, конечно, я единственное могу сказать, что вы сами должны решить. Я никогда не могу вам сказать, что вы... Ну, вот это спрашивают те, кто не живут рядом, правильно, кто живет рядом, он может вынести и занести. Они выезжают там раз на неделю. Кто раз в неделю выезжает, конечно, это очень опасно. Вдруг мороз, все равно надо открывать, закрывать, нужные проветривания. Никому не... Не возьму на себя такую ответственность, дать вот такой совет. И тут ей уже отвечают. Так, это спрашивала Елена Камышева, или Камышева, извините, не знаю. Вот пишет, планирую вывести, посадить в землю, в теплицу, не отапливаем первую партию. Ночью температура 0, минус 3, днем 8, 10 грядки высокие. Высадить в высокие грядки при такой температуре можно. Там, конечно, будет комфортно. Но стоит ли мучить в квартиру? Но если вы до следующего выезда, если у вас там трахнет мороз, например, минус 5, минус 6, и будет пасмурный день, она ведь при таких показателях, она может замерзнуть. Это вы должны сами крепко подумать. Прогнозы посмотреть. Если ехать вам далеко, если вы сразу не сможете сорваться, приехать, это, конечно, опасность. Ну вот тоже Ирина Чекалина пишет, моя рассада тоже ждет на лоджии. Температура та же. Пока боюсь сажать в холодную землю, могут заболеть. Тут я даже не знаю. Вот пишут, что и в теплице нельзя сгорят, и так нельзя. Если приезжаешь раз в неделю, это еще более сложно. Особенно сейчас вот эти вот карантины. Людей передержали с их рассадой. Она вся перерастает. Некоторые до сих пор не могут никуда выехать. Ситуация очень непростая нынче. Так это про огурчики. Так, так, так. А вот про колючки. Второй внук-то укололся, что дети ели только эти огурчики, к колючим не прикасались, спросили гладкие и маленькие. Вот у нас тоже мы укололи внука маленькое еще. Он потом все лето боялся огурца. Ему начинаешь огурец давать, он отодвигается от него. Ну, это я даже читать не буду. Тут пишут, можно подумать, нельзя полить за день до этого. Ага, солнце иссушает все. Ну, не буду сегодня плохие комментарии читать. Вот этот он не только плохой, а какой-то смешной этот прочитаю. Вот Галина Сержантова пишет. Объясните, зачем вам столько? Если это ваш доход, так и скажите. А то мы ломаем головы, что это все ради нас, подписчиков, чтобы мы чему-либо научились, послушав вас, посеяла Демидов и разочаровалась. Ну, вот смотрите, я для Галины специально. Если ваш доход, то так и скажите. Галина, как я вам могла сказать? Я даже не подозревала, что ведь вы заходите ко мне на канал, вы бы уж хоть доложились, что вот я пришла, скажите, доложите, доход это ваш или не доход. А то пишет, а то мы головы ломаем. Кто вы головы ломаете? Все, кто со мной уже давно смотрит мое видео, это никакая-то не тайна. Все знают, что я выращиваю томаты для получения семян. Вот докладываю вам. А то мы думаем, что ради нас, подписчиков. Вот я тут ответила, что все, кто смотрит мое видео, давно знают, для чего столько томатов. Я выращиваю их для своих личных целей, а попутно показываю, как это делаю, делюсь своим опытом. Одно другому ведь не мешает. И если у меня все получается, почему бы не поделиться успешным опытом с другими? Ведь когда рассада вырастает хорошая, здоровая, крепкая, многим людям, в отличие от вас, нет разницы, для каких я целей выращиваю. Главное, они хотят посмотреть весь этот процесс, который я показываю прямо в режиме реального времени. Каждый день. Что я делаю, как я ее туда-сюда выношу, как сею, как надоращивание, как пикирую, как что. И в конце концов, куда денутся мои спелые плоды, ведь вам уже будет, никакой разницы для вас нет, ведь вы весь процесс увидите, на моем опыте, на моих ошибках научитесь. И это самое главное. Я и говорю людям, учитесь на чужих ошибках. Я всегда говорю, а у меня вот такое было, вот так и так, это кончилось для меня плохо, лучше так не делать. И а то мы ломаем головы, что это все ради нас, подписчиков. Нет, конечно, не ради вас. Просто я совмещаю и то, и другое, выращиваю для себя, не для вас. А вам показываю и передаю свой опыт, который, поверьте, он ценнее всех доходов и он бесценен. Если бы вы, ну как, подошли с другим отношением, вот к моему опыту, что-то переняли для себя, то вам вообще все равно было бы, куда я потом дену свои эти помидоры. Вы бы научились и были бы рады этому, что очередной раз. Ну а то, что у вас не получились какие-то там семена, ой, не получился, короче, он не понравился вам гемидов. Ну, на следующий год другие купите. В магазине полно ассортимента. Понравятся другие. Я же рассказываю о том, какие нравятся мне и рассказываю о характеристиках сортов. Вы можете выбрать, послушать меня, прийти в магазин и выбрать любой. Хоть тот, который я вам нахваливала, а хоть совсем другой. Так говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Вот опять. А в поддон, наверное, можно, налил, а не корешки подтянулись и напились. Ну, это все так, да. Как поверхностно, с первого взгляда это так. Ну, я уже объяснила, что... Вот про то, что работать нельзя, но, оказывается, можно. Многие сошлись во мнении, что все-таки больший грех это вот, да, зависть, злоба, сквернословие. Это грех, а работа это не грех. Вот. Прислушайтесь к совету подписчиков и поливайте в рассаду поддоны. Нет, не буду поливать рассаду в поддоны. Мне это не подходит. Я иногда прислушиваюсь, по чьим-то советам иногда и повторяю, но это не тот случай. Это тот случай, когда я категорично от этого отказываюсь. Нет, нет, нет. Так. Вот еще два уже человека предлагают. На дно ящика насыпать немного песка, влага удерживается чуть дольше. Но это меня, конечно, улыбнуло. Я и так их таскаю. Думаю, ой, наверное, уже это, мышцы накачала вот здесь эти, как бицепсы, или что. А если я еще туда песка наложила, это же мне как, я в случае холода я их уношу, потом опять выношу. Ну, я буду, наверное, это, атлетического сложения и окородится с такими мускулатурой. Но лишнюю себе нагрузку я не буду сделать. Песок, конечно, это тоже я сразу отметаю. Тут без песка-то иногда поднимешь, он когда политый. Ой-ой-ой, тяжеленько. У меня рассада заболела черной ножкой из-за плотного грунта, высадила в теплицу, заглубила стебель, надеюсь, дадут боковые корни, некоторые, может, выживут, благо, что весна ранняя. Землю купила в супермаркеты. Ну, тут еще, знаете, некоторые, как делают, вот черная ножка, она же вот эта перемычка, когда падает сеянец, обрезать, вы же, некоторые делают так, обрезают выше черной ножки, ставят в воду, укореняют и уже с новыми корнями высаживают. Ну, вот тоже Дмитрий Темнов пишет, сегодня тоже 300 пикировал в теплицу, с деревни скорее домой поливать, да кому, тех, кому жарко на лоджии в рассадной комнате. И это, Лилия Вальтер тут добавила, как здорово звучит рассадная комната, а Елена Потапенко пишет, а у меня рассадный дом. Я ей ответила, вот у меня-то точно рассадный дом, вы не представляете. В каждой комнате еще стоит по стеллажу, стеллаж четырехъярусный, на каждом яросе по пять лоточков и еще на окнах, потому что места всем не хватает, распикировали в стаканчики, а они же все расширяются, расширяются, когда были в пассивных лотках, их было мало, а сейчас стаканы начинаешь перекидывать, все больше, больше места нужно. ну вот тоже Людмила Черемных пишет, тоже сегодня поливала, как не полить, они же завяну в ночь, никогда не оставляют сухими, если будут заморозки, они подмерзнут, а политые вынесут все, уже проверено. И вот ей Валентина подтверждает, я тоже хочу сказать, и напомнить всем, тот, кто боится в какие-то праздники поливать, ведь это тоже чревато и вот этим, если бы я вчера не полила их, ночи у нас все-таки прохладненькие, они ночь в сухую переживают намного сложнее, чем политые. И всегда, когда я говорила про закаливание, что перед тем, как вынести на закаливание, обязательно нужно полить, в сухом виде лучше не держать долго, конечно, ни вот эти, ни лотки посевные, ни вот эти стаканчики, в которых распикировано, не надо. Тут вот что, подкормки не нужно. Прошушим. А почему не в поддон? Я в поддон наливаю водичку. Спасибо, конечно, всем, кто вот мне хочет посоветовать, как много лучше, но вы же понимаете, что за столько лет выращивания я уже пробовала, и в поддон, и всяко. Человек хочет, каждый человек хочет как-то облегчить процесс, ускорить, но иногда получается, что быстрее не значит лучше. Вот еще раз говорю, индивидуальный, он хоть и медленный, но для растений это самое лучшее. А я же под них подстраиваюсь. Подскажите, пожалуйста, я залила рассаду помидоров водой, думала, так надо, чтобы их не поливать часто, и чтобы не пересохли. Теперь они начали желтеть, что мне делать? Вот тут уже перелито, и советуют, что берите длинную палочку, рыхлите землю осторожно, не повреждая корни, доставая до самого дна, чтобы быстрее просушка была. Вы не указали, к сожалению, в лотке или в стаканчике. Когда в стаканчике, то вместо вот этого рыхления палочкой можно просто стаканчики как бы взять, и вот этот комочек земляной нежно, вот так вот мягко помять, чтобы там рыхление, ну, как вы поняли, немножко разминая стаканчик, там образуется пространство между этими, ну, земля, как объяснить-то? Земля делается, короче, рыхлая, пористая, и туда воздух пройдет. Конечно, полив нужно сразу прекращать, вот чтобы, ну, тут тоже вот, чтобы просушка была, пишут, не поливать неделю, может, и больше, они поправятся. Так. Ну, вот видите, пишут тоже, дополивалась, так делала, чтобы просохли, поливаю теперь по столовой ложке через 2 или 3 дня, обожглись. Если у вас начинают желтеть от перелива, это, естественно, все вот эти советы, они как раз работают действенные, нужно как можно быстрее сделать как-то, чтобы доступ кислорода к корням был, или палочкой, или, как я, вот стаканчики разминать. Если у вас в лотке еще проще, прям какой-нибудь маленькой тяпочкой прорыхлить, постараться подсушить. И, конечно, поливать умеренно. Больше тут никаких... Есть, конечно, если у вас в лотке, например, есть способы, можно сухой песок посыпать сверху, он впитывает всегда. Можно немножко золой посыпать, она тоже забирает на себя излишки влаги. Ну, тут не написано или стакан, или лоток, так что дальше не буду распространяться. Вот это тоже не поняла. Это как-то нерационально, да и грунт в стаканчике уплотняется, вытесняя воздух. А почему вы не делаете дырочки в донышках? Почему я не делаю? Я каждый раз говорю, что у меня дырочки есть. Кто где решил, что я не делаю? Я поливаю в поддон. Через дырочки в стаканчиках корешки пьют водичку, очень удобно, приноровилось. Знаю, сколько нужно вылить водички в поддон, чтобы все растения напились. И тут опять добавить немного песка в поддон, и дольше влага сохраняется. Но носить-то с песком, ой-ой-ой. Вот спрашивает Елена, у вас вся рассада в стаканчиках, в ящиках совсем нет? В ящиках у меня осталось три нераспекированных ящика, это которые самые поздние посевы. Будем пекировать сейчас после праздников. А вообще все в стаканах. В стаканах я предпочитаю, почему, потому что закрытая корневая система при высадке земляной ком не нарушается. Даже если высаживаешь в жаркие дни, она пересадку почти не, ну как, ну почти не замечает. Она не вянет на солнце. И вообще, выращивание в стаканах в последнее время я перешла только на стаканы. Мне нравится больше, чем выращивание в лотках. В лотках только сею, а первая пикировка уже сразу по стаканам. Я сначала первую пикировку делала в лоток, а потом уже в стакан. Сейчас я перешагиваю через пикировку в лоток, все делаю в стаканчике. Их можно, вот смотрите, стаканы, они обычно, когда в лоток распикируешь, бывает такое, один вырастает больше, крупнее, другой меньше, и получается неравномерность. Такое часто бывает. Если лоток стоит со стаканами индивидуальными, то я вот сейчас начинаю выбирать на высадку какой-то крупнее, какой-то мельче. Я крупные забираю, а маленьких оставляю еще на доращивание. И мне так удобнее. Почему-то я уже так приспособилась. Так... Вот смотрите, Светлана Титкова пишет, как же у стенки дотянуться? Да, Светлана, все не так просто. У стенки я не дотягиваюсь, я переставляю. Я из первого ряда убираю на пол два лотка, и вот в это, как окно пространства, подхожу, спокойно поливаю вот эти вот лоточки, потом эти сдвигаю, там дальше появляется окно. Полив, я еще раз скажу, он такой сложноватый, да, длительный процесс, но я поливаю все тщательно, я вот эти два, когда убираю, мне видно, там у стенки, как они просохли, насколько они просохли, и от этого зависит, сколько водички я буду поливать в каждый стакан, потому что обычно первый ряд просыхает всегда больше, чем вот этот ряд, и поэтому я говорю, что здесь высчитать определенное количество воды, которую наливать в каждый лоток, невозможно. В каждом лоточке мера просыхания разная, и если я хочу угодить им прям вот по полной на 100%, то, конечно, я должна визуально видеть, и каждый стакан отмеряю определенную свою норму. Так. Вот тут опять блаток. Так, так. Так. Что-то там. Вот очень важный комментарий, что пишут. Сейчас на изоляции без работы растишкой доставляют разность. Мы тоже поливали после обеда до вечера и с улыбкой. И тут вот пишет, Эмма поймала себя, что при посадке улыбка не сходила с губ. Наверное, крыша едет. Это не крыша едет, просто вы радуетесь новой жизни. Но ведь хотела уже почти все заканчивать вот этот выпуск ответа на вопросы. Но когда прочитала комментарий Людмилы Лисовец, не могла вот небольшую еще добавку добавить. Она пишет, у меня тоже этой ночью кошка принесла котенка прямо в ногах у мужа, а он ничего не слышал. Утром застила диван, вытрусила из одеяла котенка персик, и кошка кидается и не дает убрать. Может, кто-то не поверит, но у меня один раз кошка родила мне на голову котят, а я спала и тоже ничего не слышала. Но не совсем на голову, а вы, наверное, видели у меня в прошлых, позапрошлых видеороликах есть и там, ну, там и фото, были длинные волосы белые, волосы длинные ниже плеч. А когда лежишь, спишь, они же обычно рядом на подушке валяются. И вот кошка примастилась на эти мои волосы, как собрала их в такое, в гнездышко, улеглась и родила на этих на моих белых волосах котят. Но я не буду вдаваться в подробности, там же природа, конечно, выделяется, все это и сукровица, все это потом было так не очень приятно, но все равно это было интересно. Я испугалась до смерти. Я утром проснулась, кошка ушла, родила и ушла куда-то, но она же мне доверяет, она ушла, наверное, покушать, там, может, пописать. Я открыла глаза, лежу утром, что-то шевелится в волосах. Вот прям чувствую, вот как это говорят, что волосы как дуба встают. Что-то у меня такое шевеление в волосах, я не поняла, раз рукой. А там что-то шевелится. Это такой ужас. Я как, ну села, не вскочила, а села, как это, полу вскочила, села, и эти висят, волосы-то свесились вниз, висят вот эти волосы, и в них запутанные висят вот эти котятки маленькие. Фу! Это мы потом смеялись, но я перетерпела минуту такого животного ужаса, страха. Мне показалось сначала, когда я потрогала руку, они шевелятся, они же как почти голенькие, так, ну полумокрые, мне показалось, какие-то черви огромные. Фу! Я тут заорала, муж соскочил, все соскочили, с других комнат дети прибежали, и когда увидели, что у меня в волосах, как в сетях рыбы, вот эти болтухаются котята, все как начали ржать надо мной. Ну ты, мать, спишь, на тебе уже потомство, целое население выросло, новое поколение, а ты спишь, крапишь. Ну мы, конечно, их немножко, понемножку распутали, тут кошка прибежала на крик, они же распищались, котята, я их как раз расшурдила, пищат котята, мяукает кошка, я визжу, эти смеются, три у меня мужика в доме, два маленьких еще были, один муж, ну как, сыновья-то такие еще были, как подростками, наверное, не помню даже в каком году, и вот была такая история, расскажи кому, что кошка на голову окатилась тебе, а ты спишь и не слышишь. Ну я, как всегда, я наработаюсь, бухнусь, я же бессонницей не страдаю, так крепко спала, что на мне родились котята, все. Эту историю я не забуду никогда, она и веселая, и страшная, вот бывает такую эмоцию переживешь, сначала животный страх, потом облегчение, потом смех, потом закатывались очень долго, конечно, я пошла сразу мыть голову, тут все, муж у меня брезгливен, там все вот это вот висит на волосах, извините, что с такими подробностями, но вот и такое тоже в жизни бывает. Все. У Надюши не дня прогула, она только родила вчера, сегодня она уже ходит в огороде, мне помогает, молодец, молодец, пасхальных котяточек родила мне. мягкое вода, Caleb, да. Продолжение следует...